За святую Русь, помолюсь. Влада Штупта. Теперь ближе к Халилову. Извините, что я повторяюсь, но ещё короче. Вот это всё мне приготовил, и за меня споры вёл человек, который, как его сказать, ну, в общем, Троценко, вы уже знаете Павла, он очень дотошен. Так, и что получается? Он подготовил материал, он напрямую спорил, он потом прислал уже готовый материал. Итак, он нашёл вот это, 12-й год. Сейчас я уже не буду долго. Вы это читали в прошлый раз. Потом пришёл 18-й год, декабрь. Вот так. И опять то же самое, то же самое, то же самое. Но это ещё не точные цифры. И тогда я вспомнил свои цифры. Это цифры, которые, вот, ещё раз, извините, но это важно. Сейчас всё до кучи собрано. Всё. И уже, надеюсь, больше никогда не вернёмся к этому. Вот эта таблица в руках у Галена Николаевна Байкова, а это самый такой дотошный человек на планете, Курдюмов Николай Иванович. Так. И он мне, уже от него я получил эту таблицу, естественно, что в таком виде. Ещё раз быстренько. Новосибирск крайности и Красноярск самые холодные. Вот она, 18-20. Ну, учите, средняя и средняя. Это не значит, что в Ра, то есть такая зима. Вот есть день, ночь, есть месяцы. Это средняя за три месяца. Это крайности 18-20, Новосибирск и Красноярск. Другая крайность, Селябинск. Намного теплее. И вдруг Абакан, Сараногорск. Эти города греют себя тоже. Ну, не сильно отстали. Ну, всё-таки там 20, тут 19, да? А майно-Черёмушки, она считается самая тёплая. Считается. Но там, понимаете, с гор холодный воздух стекает. И если находится в достаточно горной местности та же дача, там уже холоднее раз. Но это ещё не... У нас... Смотрим, как снеговой покров. Вон они по вершинам гор. Ниже, 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 ниже. Вот. Это осень такая. Снег сверху наступает вниз. И вот, получается, майно-Черёмушки. А у меня напротив майный участок. И пробережье всегда холоднее с градусом. И вот, что получается. Принципиальной радости мы не заметили, так? Пока Украина не пахнет. Ладно. Самое ценное для меня... Павел Николаевич был бы рядом, коняк бы поставил. А он был у меня. Поэтому он взялся доказывать, что... Железок прав, но не прав. Правда, про Саргас и Морозы. Сейчас я вам открываю истину в чём. Молодец, умница. Сайногорск, Краснодарск, Москва. Вот. Вот это самая тёплая зима за сто лет. Внимание. Сайногорск. Ну, это же сами понимаете, это средняя. А ещё она... Потом я покажу, как разбросы идут. 14. Ирина Александровна. Помните, я удивлялся, что у нас климат в последний год сравнялся. Ну, на единичку. Москва... Вот она. Тут 15. Тут 6. Тут 14. Ну, и где у меня климат европейский? Пока нет. Ну, на всякий случай декабрь тоже зима. Вот он. Вот. 11. 11. 3. И 9. Что вы скажете, друзья? 11 в Сайногорске. А Краснодарство 500 км в севере. А принято считать, что вы что? Железа в Африке живёт. А это цифры не впечатляют. Средняя и средняя. Давайте здесь смотреть. Итак, по годам. Здесь есть... Там он специально... Видите, как выделил? Вот он минимум. Вот он. Итак, 18-й год. Сайногорск 31. Красноярск. 18-й год. 41. 1. Москва. 21. Ну, это... Это так называемые эти... Абсолютный минимум. Это... Это ни о чём. То есть это... Ну, всё равно интересно. 19-й год. 35. В Сайногорске. Зима была теплее, но выскочило 35. Ладно. Красноярске выскочило. Солидно. 41. Так. А Москва. 19. Ну, что. Это ещё не всё. Это так, чтобы... Это... Прикидка. Чтобы это... А вот этот самый пар, которым придрался Франц. Потом ниже почитаем. А пока, чтобы вы знали, о чём мы будем читать. Это важнейший момент. Дело в том, что когда в этих статьях кто-то когда-то из вас этот диск откроет, и эти статьи перед вами перед глазами. И там я, хозяйство на острове, до 2005 года, подчёркиваю. Вот. Я рассказывал, как вот этот вот не туман, а испарение с двух сторон. Это остров. Ну, иногда полуостров. Вот это я и писал. Когда остров, когда полуостров. Они создавали особый микроклимат. Вроде бы трещат. Нет. Он зря это сказал. Они как приходят в туман, а он всё-таки не совсем разобрался. А я-то там подробно писал. Приходит туман. Он эти деревья, молодой сад мой на острове, покрывает инием. Иний, как шуба. Прям стоишь возле него и чувствуешь. Вы знаете, я тогда понял. У нас были разные года. Я наблюдал, и я понял. Наши деревья даже в 40 градусов никогда погибают. Они не замерзают. Нет. Они высыхают. Сухой воздух, мороз их высушивает напрочь. И я тогда говорю, мне повезло. Я на острове покрываюсь вот такой, знаете, такой шубой. Толстой-толстой шубой инием. И я уже чувствую, стою уже рядом. Вот тут дерево уже не видно. Знаете, как... Вот жалко, нет такой фотографии. Вот. Такой толстой инием. Шуба настоящая. И я знаю, ни черта дерева не сделается. Ни черта. И вот это, что остров-полуостров, что вот этот пар, который принесёт его, так как он приползёт, накроет инием. И пока нет ветра, а это могло быть день, а может быть неделю. Потом вместо ветря на это огонь держалось. Но я рассказывал не о том, какой он вообще замечательный климат. Там у меня из 500 вымерзло, в прямом смысле, не проснулось весной 300 этих самых роскошнейших опортов. Какой к чёрту, как было 40, так и есть. Вопрос-то не в сорока, а в том, что получается оно, что не даёт ему до конца высохнуть, что ли. То есть всё-таки в сумме получается чуть-чуть мягче. Но 40 остаётся 40. Просто благодаря испарению из реки покрывается инием. До ближайшего ветра. И я рассказывал это как вообще, как явление в природе. И там как было холодно, так и на острове осталось. Но человек зацепился. А потом же он не один, они же друг с дружкой. А, железы. Кто про двухметровый снега. Это всё, что... А это при том, что рассказывали о моём крае. Где снег по колено выпадал раз в 10 лет. А остальные года. Один раз было по это место. Вот. Один год из этих. Всех, что я там был. И в остальное время по щиколотку или вот так. Вот так вот. Всё. А то и человек не часто, но бывало. Выпадет. Потом. Возьмёт и растает. И когда нет снега, у этих вот... А у железа вот там тепло. У него снега нету. А на улице 40 градусов. Только благодаря супер подвоям. Это называется наша песня хорошая. Сейчас я проведу и не буду про супер морозы подвои. У которых корни не замерзают. И фотографии есть. И всё есть. Садил деревья. Коробки, коробки не закапывал. А оставлял на морозе. Как-то другу привёз. Осенью в коробках. Вот земля вот такие вот. Саженцы отборные. Вот. Поставил ему до дачи. А он до зимы не прикоснулся. Пришла весна. Все живы. Вот что такое корни. И вот получается что. Вот это вот. Мои искренние наблюдения. Привели к тому. Что особо людей которые. Ну не хотели бы. Чтобы была новая технология. Ну не хотели шевелиться. Не хотели. Чтобы всё это. Понимаете что интересно. Если климат там чуть ниже будет. Ну почему тогда на Кубани то этого нет. Там ещё теплее. Чем даже вот я показывал в Москву. Видите. Вот она Москва. Посмотрите насколько теплее. Ладно. Выговорился. Вот. Дошёл фотографию. Это протока. Зимой он бывает и метр и больше воды. Вот. Она не замерзающая. По крайней мере долгое время. И благодаря неё. Вот это слева острова. Вот тут и создаётся сам микроклимат. Но особый. Помогает выжить. Благодаря. Испарению. И вот этой шубе. Конденсаторной. Конденсата. Идём дальше. И вот наконец. Сцепились. Ура. Ради этого я ещё затеял. Но я хочу знать так. Если прав я. Тогда всё это реально. Если прав. Франс Халилов. Вы сейчас. Прочтя вот. Эту переписку. Выключаете компьютер. Вот. И в эти питомники засаживаются. Поехали. Так. Франс Халилов. Вот его лицо. Видите. Так. Сад господина Железова. Находится за плотиной Братской ГЭС. Братского ГЭС. Ну и сразу говорю. И это. Я сам часто ошибаюсь. Ну. Память подводит. Поэтому я не буду цепляться за Братскую ГЭС. На полуострое. Вот. Про полуострое. Это он ко мне. С трёх сторон омывается тёплыми. Уже с трёх. А. Ну да. Если полуострое получается. Что у него. Ну. Можно и так сказать. С Братской ГЭСом. Я специально выделил. Теоретически. Сад Железов. Находится в Сибири. А фактически. На очень благоприятном оазисе. Где действительно могут расти и плодоносить культуры. Которые не выдерживают настоящие сибирские. Даже европейские морозы. То есть смотрите. Если он упомянул европейское. Как среднее. Есть такое выражение. Со школы помню название. Среднеевропейская равнина. Нет. Не так. Среднерусская равнина. То есть. Не обязательно. Этот самый. Ну. Получается. Что Москва. Питер. Там. Вся вот это. То что называется. Доль Транссиба. Там уже. Мои расти не могут. Понимаете. Кто приобретал посадочный материал. У него. Могут подтвердить мои слова. Они у них вымерзают. Вот это слово вымерзает. Оно меня знаете. Чем взлит. Хоть я и стараюсь быть объективным. Вот. Любой саженец. Даже те. Которые у меня брали. Тогда. Над ними. Начиналось издевательство. Потом прислали фотографию. Зачем же ты все таки. Я в эту яму посадил. Ну. Вы знаете. Соседи меня обругали. Сказали. Ну. И поняли. Вот. Что было. То было. Только они вымерзают. Вот. Их калечат. Посылка их доставляет. Полумертвым состоянием. Вы думаете. Зря. Я эту почту упомнил. Вы понимаете. Что мне приходилось. Деньги возвращать. Человек получает посылку. А потом звонит. И плачет. Прямо в трубку плачет. Какого мне было. Я тут же высылаю. Деньги обратно. Ну. По крайней мере. Это самое. Ну. Есть какое достоинство. Сохранил свои чувства. Вот. Что было. А тут. Да. Вот. Человеку все. Вымерзает все. Дальше назад ничего не хочет. Поэтому. Серьезно ученые. Просто игнорируйте. У вас сад на оазисе. Гражданин Михайлов. В 2005 году. Я вам показывал фотографии. Сад был сожжен. Остальные 15 лет. Вы долбите. 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 Вы скольких ученых отучили. Что приезжайте в это. Вот. Допустим. Они там велосипеды делали. Или запорожцы. Приезжайте. Железом. Сразу. Мерседесы. Ну. И так образно. Потому что. Мы везде отстали. И мы. В автомобиле устроении отстали. Примерно такой же уровень. И с удовольствием. Тут запорожец. Тут. Мерседес. А то может даже не запорожец. А велосипед. И вот получается. Что. Правильно игнорируют. А не игнорируют. Потому что. Сейчас. Ученые. Не поедут. Уже по одной причине. У них нет денег. Раз. А во вторых. Знаете. Я опять. Отклонился. Хоть и не хотел. Молодые ученые. Я продолжаю дружить. И мы. Буквально. В эти дни. Переписываемся. Перезваниваемся. С Торсоном Пулотом. У меня много фотографий. Идет. Позирует в моем саду. Он. Опять требует. От меня. Материалы. Для еще одной книги. Вот. Понимаете. И я. Это самое. Он мне несколько раз. А у меня. Эти. Даже. Фильмы есть. В статьях есть. Приезжает. Привозит. Молодежь. У него мысль. Он. Он то видит. Что разница. Огромная. Потому что он. В институте. Этот. Завлаб. Он видит. Какая огромная разница. И он берет. Очередного. Там. В одном случае. Это был. Аспирант. В другом случае. Это был. Выпускник. Четвертый раз. По моему. Студент. Вот. Молодежь. Поехали. Железову. Вы посмотрите. Вон вас. Приезжают. Есть же фильмы. И вот. Что интересно. Я. Настраиваюсь. Вот. Приезжает человек. Я надеюсь. Где-то. Получить. Еще одного. Ученика. Хоть он. Аспирант. Но. Все равно. Ученика. Потому что. Он-то. Аспирант. А знать-то. Он ничего не знает. Не в том смысле. Практического опыта нет. Вот. И вот. Мы троем ходим по саду. Два часа. Железова. Это продолжалось два-три часа. Это продолжалось не менее трех-четверых раз. Только уже не помню. Вот. Я. Говорю. Говорю. Подвожу. Говорю. 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 В ответ. Да. Слушают. Не перебивая. Вот что обидно. Никто не уточнил. А вот. Ну. Фильм посмотрите. Есть фильм настоящий. Про это. Как целый фильм снятый. Ни одного вопроса. Потом. Попрощались. Если это осень С собой ведерко С абрикосами или с грушами сладкими И уехали, и тишина Какие серьезные садоводы Те серьезные садоводы Они или в могиле, или вроде вас Это самый, граждан Халилов Кто, чего Какие могут игнорировать Некому игнорировать Не так, некому игнорировать Я почему зацепился за Елену Савельевич Потому что сейчас такие люди Это как штучное изделие Одна на миллион Давайте много выпускников Кто будет садоводами Я боюсь, одна одна И то есть, как говорится И сесть он сесть, да кто ему даст Ладно, это я опять Разговаривался Смотрите дальше Самое интересное впереди Пусть у меня на это уйдет Почти весь этот Франц Получается, морозов до минус 40 Не бывает там? Это спрашивает Павел Павел, вокруг этого полуострова Заметьте, 15 лет у меня там нет Там стоит мертвый сад Над незамерзшей водой Всегда стоит пар Это он меня цитирует Где-то минус 40 Но сами представьте Вода не замерзает Так, поехали Кстати, вода не замерзает? Ну что в проруби 0 градусов? Что в проруби? Когда в Крещенске морозы, помните? Вот Что это вода? Тоже 0 градусов Причем тут замерзает, не замерзает Не успевает замерзнуть Скорость течения Не поэтому не замерзает Что там 5, 10, 20 градусов Ну соображать-то маленько Ну ладно, я что-то влюбился Перед юбиляром неудобно Извините, Франц Франц Интересно, что они говорят? Или это Франц говорит? Сейчас соображу Ну ладно, наверное, Павел Троценко Одни говорят, что железу как на Украине Другие говорят, что благодаря морозам У деревьев нет болезней Это его козырь Наш с ним козырь В скобках Повезло железу Морозы убивает все болезни Курдюмова Видите, мне повезло Мороза убивает А так получается Если у меня климат как на Украине Тогда все должно было сгнить И Курдюмова к нему приезжал Это просто как авторитетное мнение У железу действительно микроклимат Кстати, Троценко приезжал И жил у меня У железу действительно микроклимат Но там, где он До минус 40 А чуть дальше 50 Да, все так И я туда приезжал Это Троценко Вот он, видите Фотография его с моими этими Слевыми У меня там рядом участок Не знаю Где вы там увидели Облака тумана зимой Которая снижает температуру До минус 10 Или до нуля Так вот Гражданин Этот самый Халилов Значит Красном хуторе Куда я полностью перебрался С 2005 года Вернулся я и там раньше был С 2005 Нет 1985 года Когда я посадил первое дерево До сих пор Ни одного Облака тумана Близко не выползло Ни разу Никогда Невозможно В этом месте Быстрое течение Невозможно Даже на метр На 5 метров Не то, что у меня 200-300 метров Денисей Вы просто не знаете Ну поинтересуйтесь А у вас получается как А дальше Ну слушайте дальше С этим-то понятно Уже Еще один козырь убираем Вот Не для того Приезжал ко мне Курдюмов и Троценко Так Посмотрите пожалуйста Это видео Потратьте 10 минут Неужели вы думаете Это постановочная съемка И Железов пригласил актеров На секунду нажимаем Я обещал здесь все показать Вот Только мы не будем смотреть видео Знаете почему Потому что у меня этот Вот Это просто Опыт выращивания абрикосов В Невтиюганске Минус 56 У них Вот саженцы покупают Кто видел этот фильм Вот Хотите вышлю У них при минус 56 Они Они Меня Я сам не верил Рассказывали Уже в мой сад Я не знаю Сколько он проживет Но это Сильная Козырь Ладно Убираемся Убираемся Продолжение следует...